ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну... Нет, об этом мама умолчала. А что за история? Просто она так думает, понимаете? Я об этом не говорила. Просто такая ситуация, она мне все время говорила, что я ежевенка, я не хочу работать, и мне дядя Саша платит деньги, чтобы я сидела дома. Ну ты же сама мне рассказывала, что он тебе предлагал, чтобы ты ему привела девочку. Ну так он мне говорил. Да, приведи мне кого-то. А потом ты рассказала, что поехала с ним в бар. Мам, ничего страшного. А я говорю, дядя Саша, а как бы ты... Кто такой дядя Саша? Это мой сожитель бывший. Да, это мой отчим. Он ко мне лучше относился, чем мой папа, но он ко мне относился как к дочери. Ваш сожитель спал с вашей дочерью? Мама так думает. Потому что после того, как она сказала, что она ему приводила девочек... Я никого не приводила. Таня, ты сама мне сказала, что ты приводила ему девочек, он тебе платил, им платил за это деньги. Мама, он подошел ко мне и сказал. И ты мне не говорила, что с ним в бар ездила. Мама, подожди, дай мне сказать. Ты уже высказалась. Дай я скажу, хорошо? Спасибо. Смотри, да, была такая ситуация, то, что дядя Саша, ну, мой отчим, подходил ко мне и говорит, Тань, у меня давно не было женщины, и у тебя нету такой бы подружки, которая бы смогла со мной переспать за деньги, и я ей бы готов, да, заплатить, чтобы у меня давно не было близости. И сколько готов был заплатить? Ну, как он сказал, мне 500 гривен. Я говорю, дядя Саша, вы, конечно, извините, но у меня нету таких подруг, и ищите себе как-то сами. И говорю, а как же мама? Вы же любите маму. А Аню ты не приводила с третьего этажа? Какую Аню? На третьем этаже живет вообще-то не Аня, а... Ой, как же ее зовут? Вот просто наши дети ходили в одну группу в садик, получается. И... Смотрите, вы вот эту женщину с третьего этажа, вне зависимости от того, как ее зовут, дядя Саша, приводили? Нет, она иногда... Нет, нет, она ко мне иногда заходила, мы с ней пили кофе, просто общались о том, сколько денег надо взять в садик, чисто наши... А дядя Саша где был в этот момент? То на работе, но как-то она зашла, когда дядя Саша был дома, да. Мы просто все троим посидели, выпили кофе. Она заходила к тебе тогда, когда меня не было дома. Когда я была дома, я сказала, Таня, позови свою подругу, ай, придет, кофе попьем. Мама, ну просто... Я бы испугался, честно. Я знаю, как вы обходитесь с подругами. Почему? Ну как? Если ко мне по-человечески, и я по-человечески. Так а кто вас знает? Вы же вначале рубите, а потом разбираетесь, по-человечески или нет. Зашла бы она босая к вам в квартиру, и чем бы это все закончилось? Все? Утром со спальни, да, выбросила. Извините. Так а почему ваша мама, судя из ваших слов, убеждена в том, что вы спите с дядей Сашей? Она, наверное, был такой случай, то, что моя мама переспала с моим молодым человеком. Может, она думает, что из-за этого я ей мстю просто. Когда? Я переспала с твоим молодым человеком. Таня, у нас, по-моему, был этот разговор с тобой. Мы с тобой разговаривали. Я тебе объяснила, дома, сидя на кухне. Таня, если ты хочешь, он тебе предлагал замуж. Правильно? Да, предлагал. Мама, если бы ты не влезла в наши отношения, может быть, я и вышла в замуж. Я влезла в ваши отношения? Вы отбили парня у собственной дочери? Да вы что? Отбивала. Он ей предлагал замуж. Почему ты не шла? Я ей сказала, если хочешь жить так, как я жила, пожалуйста. Так, подождите. Мама, я не... Когда он предлагал мне замуж... Да, я ей сказала, что я с ним переспала. Я ей сказала. Что он ко мне цеплялся, домогался. А вы сказали, или это случилось? Это же... Это была, или вы сказали? ... ante мне мест, да. Я сказала, совести хватит. Так. Он сказал, хватит. Он посмотрел и сказал, хватит. И дальше что произошло? Да, и дальше что произошло? Дальше что произошло? Я сказала, не хватит. Совести. Прикинули? Да. Та... Нет, не прикинула. Подождите, я как-то во всем Я просто ей сказала, что у нас был. Подождите, подождите. Сейчас, Има, я вижу во выражение лица. Давай сейчас с этим всем разберемся. Итак, у вас были отношения с парнем? Да, еще в школе. Я с ним начала встречаться, когда мне было 15 лет. Ему было 23, он был на 8 лет старше меня. А мама была не против, что вы в 15 лет встречались с педофилом? Я на тот момент жила в этой деревне, жила с бабушкой. Ты уже жила с папой? Да, я перешла жить к папе, потому что моя старшая сестра приехала жить к бабушке. И у нас не сошлись характеры, мы там дрались. Ну, я перешла жить к папе, потому что не ужилась сестра. Хорошо, и вот у вас были отношения с этим молодым человеком с 15 лет? Нет, я ему отдалась извинить, я потеряла с ним детственность на свой день рождения, это было в 17 лет. Таня, ну что ты врешь? В 15 лет я с ним встречалась. Ты с ним встречалась два года, и не надо врать. Хорошо, ну... А ты вот вторая девочка во сколько лет забеременела? Любовью так и прет. Уже не прет, потому что я ее ненавижу. Уже не прет? Да. Хорошо. Спасибо. Так вот... Не за что. И? А как... И Таня будет плохо, не приходи, я тебя видеть не хочу, ты придешь, приползешь на коленях. Хорошо. Я прощала, ты мне на голову вылезла. Понимаешь? Вылезла на голову. Скажите, и вот в 17 лет вы занялись с ним сексом. А когда ваша мама отбила его у вас? Когда ей было 21? Да, когда мне было 21. Ну, тогда у нас с ним отношения были, я жила с мамой в городе, я училась, я как-то получала... У тебя не было с ним отношений? Получала образование. Ты просто приехала, сказала, ты приезжала к сестре в гости. Таня, давай не будем врать. Здесь хоть не ври. Я не вру. Ты наврала на весь Таврис, хоть перед Украиной, не ври, мне смотря в глаза. Подожди, на что я на Таврис наврала? Он тебе, когда я с ним разговаривала, с твоим Колей, я говорю, что ж ты на ней не женился, когда с ней переспал? Если ты ее так любишь. Он говорит, я решил, что ей надо учиться. Вот смотрите, по поводу лжи. Вы неоднократно обвиняете свою дочь в том, что она вам лжет. Да. Да? А как мне относиться к тому факту, что вы, сидя здесь, на этом диване, какое-то время назад говорили, что в глаза не видели ни одного ухажера своей дочери? Я сказала, что мужа, вот этого, от кого Вика, я в глаза не видела. Нет. 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 Я задавал вам конкретный вопрос. Видели ли вы там мужчин, парней, с которыми встречалась ваша дочь? Вы говорили, нет. Видела только одну девочку. Ну и вот эту вот историю рассказали. Ну да ладно. Я парней видела? Я это уже понял. Я это уже понял. Почему я не верила, что она по девочкам, потому что она с парнями встречалась? И как-то был такой период, что я была готова с ним создать семью. Я была готова. А он мне говорит, Тань, извини, но мы не можем больше быть вместе. Я спросила, почему. Он такой говорит, ты, наверное, уже слышала. Я говорю, что именно он. Я переспал с твоей мамой. Он мне это сказал просто. Ты он сказал сам? Да. Да, он мне сказал. Он мне подтвердил. Когда мне мама сказала, я в это не хотела верить. Я знаю, как мама относилась к моим отношениям с этим Колей. Я просто ей не хотела верить. Хорошо. Почему вы сказали это своей дочери, я еще как-то могу представить. Ну, чтобы уберечь ее от неудачной партии. Ну, а он-то зачем об этом говорил? Если этого не было? Я не знаю, зачем он об этом говорил. Может, это было? Нет. Может, вы просто не помните? Нет. Я прекрасно помню. Когда я спала с мужчиной. Сбежать хотел из этой семьи. Просто хотел сбежать, и все. А скажите, вот мне просто интересно, вы помните семейную пару, которую вы изнасиловали на пляже? Я изнасиловала семейную? Да. Так подождите. Алина, это вот, ну, та девушка, о которой мы говорим? Да. Вы Алину знаете? Узнаете? Кого-кого Алину ты не ждала здесь? Алина, вы можете присесть и выяснить все сразу. Я не хочу с этим человеком выяснять. Мы познакомились с Алиной на работе, когда я ездила работать. Вы познакомились с Алиной, когда вы лук сортировали. Это я знаю. Вопрос же не в том, когда вы с Алиной познакомились. Вопрос в том, зачем вы с Алиной и ее парнем сексом занялись. Потому что Алина, в принципе, была против. Ну, она так говорит. Она была против. Ну, для меня это шок. Я не отрицаю, да, у нас был секс-троем, но не на пляже. А где? У них дома. Вау. Так. Алина, можно задать тебе вопрос? Когда мы с тобой расстались, когда я захотела прекратить все эти отношения... Ты захотела? А у вас были отношения? Мы дружили, да, мы общались, мы виделись, я, она, ее муж. Мы иногда пили пиво, гуляли. Почему я переспала с ее мужем Женей, да, при нее? Ну, потому что я была в нее влюблена. Потому что без Жени она не хотела со мной спать. Вы были влюблены в Алину, а Алина с помощью вас удовлетворяла Женю, своего мужа. А скажи, в твоей жизни, в принципе, были какие-то там примеры достойного мужского поведения? Быть может, там, дедушка, дядя? Я папу люблю, но папа любит меня как-то по-своему. Наверное, так же, как и мама. Я просто не могу ихнюю любовь понять. Может, где-то в глубине души они меня любят. Но ихнюю любовь я не вижу. Меня папа летом отвез к бабушке с дедушкой. Я проснулась от того, что ко мне, что меня дедушка начинает мацать. Ну, лапать, извините, может, я неправильно выразилась. Дедушка? Да. Отец твоего отца? Да. А сколько тебе тогда было лет? Ну, 15. Ты кому-то об этом сказала? Нет, я хотела сказать бабушке, но он сказал, чтобы я никому не говорила. И после этого я просто сказала папе, папа, извини, но я больше к бабушке и дедушке не поеду. Вы знали об этом? Нет. Никто не знал. Узнала моя близкая подруга. Все. Почему ты мне не сказал? Как? Как, если ты мне никогда не веришь? Я все время вру. Как? Как можно было тебе сказать? Чтобы я подошла, тебе начала говорить, и ты мне сказала, что ты врешь? Как можно тебе доказать правду, если ты в нее не веришь? Я все время вру. Пусть будет так. Тебе было 15 лет. Мама, с тобой проще согласиться, чем спорить, понимаешь? С тобой проще согласиться. Если бы со мной было проще согласиться, ты бы не врала вот так на каждом шоу. Пусть будет так. Пусть я вру. Ладно. Вот вы сейчас как мама ее так жалеете, Инна? Это ваш способ сказать прости, не знала, бедненькая. Наверное, правда не знала, как с тобой говорить. А я, если честно, не понял, поверили ли вы сейчас в ее слова, Инна? Нет. Ну, Инна улыбалась же. Нет? Нет. А какой смысл ей сейчас обманывать? Я не знаю, какой смысл ей сейчас обманывать. Но, тем не менее, вы не верите. Нет. Вы понимаете, что есть другие люди, кроме вас, Инна, которые страдают, например, так, как ваша дочь сейчас? Я думаю, ей не здорово сидеть отдельно от вас на диване, молодая девочка. Она рассказывает страшные вещи о том, что маме бесполезно было говорить правду, потому что в любом случае ее бы не услышали. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, вы в какой-то момент собрали вещи и уехали? Да, я собрала вещи. Я уехала в Киев где-то в течение полугода. Я с мамой не общалась. Мне было тяжело находить общий язык с мамой. Наше время были скандалы. Мы не можем спокойно разговаривать. На почве чего были скандалы? На почве того, что она пыталась меня как-то изменить. Что вот она говорит, а ты задумывалась, почему у тебя нет друзей? Причина в тебе. Вот она внушала в том, что во всем виновата только я. И я самое страшное, что... Я не внушала тебе, что во всем виновата ты. Я начала уже верить просто, что... Что я такая плохая. У меня, извините, ну, даже были мысли о суициде просто. Меня никто не понимал. Какие мысли и попытки? Руки резала. Нет. Не резала? Резала, да. Ну, скажем так, не вены. Да, были порезаны на руках. Смотрите, вот вы почему так вот, ну, жизнеутверждающе это говорите? Какие попытки-то ты руки резала? Потому что она любит, чтобы ее жалели. А вы не задумывались о том, что это симптом, если человек увечит свое тело для того, чтобы привлечь внимание и получить хоть таким путем порцию чего-то доброго? Вы же предлагали обратиться к психологу. Чтобы ей еще там руки резали. Полюбить ее просто, а не обратиться к психологу. Понимаете? Это крик о помощи. Я говорю, она все в штыки воспринимает. Это не крик о помощи. Да, это не крик о помощи. Я играла на публику. Да, играла на публику. Слышьте, пожалуйста, когда человек увечит свое тело, не умирает от этого. Увечит свое тело? Вечет. А не так, поцарапала. Я объясню. А потом вот я когда-то вены порезала. Вы не говорите, чтобы она руку себе тяпала. Нет. Лучше было бы, чтобы сейчас вы просто вспоминали, какая была хорошая девочка, потому что она удачно порезала вены и умерла, да? Нет. Это было бы сейчас замечательно. Мы бы сейчас вас бы жалели всей студией, всей Украиной. Прекрасно. Я говорю, что когда дети, подростки, молодые люди вот так вот длительно, с точки зрения, увы, родителей, неблагополучно совершают самоубийство, чаще всего это приводит к тому, что эти люди погибают при очень тяжелых обстоятельствах. То, что до вас не доходит, что ей по-настоящему плохо, не означает, что она неправильно резала руки. Вы неправильно смотрели и не увидели бы, даже если бы она на коленях перед вами стояла и говорила, мама, пожалей меня, мне нужна твоя помощь. Дело в том, что она резала их без меня, я не видела, ее не было дома вообще в этот момент. Вы непробиваемы. Что бы ни делали другие люди, вас никогда не пробьет. У вас своя реальность. В какой момент вы решили, что все, с этим надо заканчивать и решили навсегда уехать? Я хотела Вику защитить от всех этих скандалов, от всех этих криков, потому что было такое, что мама била меня при ребенке. Ребенок стоял при мне, плакал и поднимал руку и говорил, бабушка, нет, мама меня не била. Чем она вас била? Руками. Было такое, что замахивалась сковородкой. Было такое? Нет. Было такое? Нет. Не били дочь при ребенке? Сковородкой и при ребенке нет. А руками били? Нет, при ребенке не было. Не при ребенке. Не при ребенке я ж говорю, что было, что вырывала телефон. Хорошо. Скажите, где вы живете сейчас? Я сейчас живу со своим любимым человеком в Харькове. Мы снимаем квартиру. А вот мама вас как бы ищет и в милицию обращалась. Ей важно знать, что у вас все хорошо. Вы почему с ней вообще никакой контакт не поддерживали? Все, живи своей жизнью, я буду своей. Просто последний раз. Можно я за нее отвечу? Я отвечу за нее. Да, пожалуйста. Я тут больной человек и нездоровый, с которой мы живем вместе. А можно вас пригласить сюда? Да. Пожалуйста. У меня ног нету, да? Рук нету, головы нету, да? Я больной инвалид, коллега. Я не говорила. Я тебе первый раз отвечу. Но вы же говорите, что такие люди больные. Хотите, я отвечу на ваш вопрос? Почему она ей ничего не отвечает? Да, но вначале я бы хотел, чтобы вы как-то обозначили, кто вы и, ну... Меня зовут Анна, мы семейная пара. Мы живем и воспитываем веку. Ее мама прекрасно знает, что Тане нельзя нервничать. Потому что у нее там проблемы с сердцем, и если она начинает нервничать, у нее перекрывается, и ее отвозят под капельницу. И мама прекрасно об этом знает. Это правда? Когда тебя под капельницу отвозили. А когда вы ей с Москвы звонили и говорили, какая она у вас проститутка, шалава. Чтоб она выбиралась с квартиры. Чтоб она выписывалась и выписывала своего вы***, как вы ее считаете, дочку, свою внучку. Потому что меня дома не было. Последнюю смеску я написала, что если ты решила уйти навсегда, значит, я меняю замок. Перекрываю газ и воду. Она не ответила, вы начали, что у тебя проститутка, рот занятый, не можешь мамочке ответить. Не было такого. Вику от вас никто не отгораживал. Вике спросили, вы позвонили. Вика, ты будешь с бабушкой разговаривать? Это при мне было. Она, да. Да, привет, я живу, мне хорошо. Все, она бросила трубку, она не захотела с вами. Так она сказала, что с ним не спиньте. Мне в страшном сне не представляется себе, что у нас с мамой на кухне разговоры о том, что спала ли она с моим парнем, не спала. Что она мне пишет, занят ли у меня там какой-то орган или нет, или свободен в этот момент. Это, ну, вы знаете, ваша девочка стала не такой в какой-то период. Вы ее любили, когда она была маленькая, с бантиками, все. А когда она стала взрослеть... А почему вы решили, что она ее любила? Смотрите, Римма, я бы вот честно не хотел бы превращать это вот в пропаганду этого всего. Нет, это не пропаганда. Пускай каждый сам для себя решает. Меня в этой истории больше интересуют отношения. Ну, как больше отношения? Мамы и дочери, вне зависимости от сексуальной ориентации. Она сказала, вот сделаешь... Сексуальная ориентация в этой истории должна быть вынесена за рамки. Это личное дело каждого. Нет, здесь же причина в том, что станешь нормальной, вернешься в дом. Да нет. Ну, как нет? Потому что, когда она станет нормальной, найдут, к чему придолбаться. Скажите мне, то есть вы опять меня обманули? Вы как-то контактировали со своей дочерью? Были смс-ки? Конечно же, об этих смс-ках не очень хотелось бы вспоминать, но тем не менее. А почему у вас не возникло желание узнать, как там ваша дочь? Счастлива ли она? Все ли у нее хорошо? Как Вика себя чувствует? Почему вы вот так не обращались к своему ребенку? Я уже ничего не хочу. А я знаю, почему. И я думаю, что вы никогда не любили свою дочь. И вас никогда не интересовали ее чувством и ее жизнью. Она должна была соответствовать вашим представлениям о том, какой должна быть девочка. Да нет, они пришли сейчас, потому что я написала смс-ку, что я поменяю замок и перекрою воду. Да никто не боится за вашим квадратным метром. Мама даже мне сама говорила, напиши отказ на Вику, уезжай, живи с кем хочешь, где хочешь, устраивай свою жизнь. Нет, Инна, а как вы это представляли себе, что значит напиши отказ? Это что, машина, квартира? Я говорила, что ты доездишься, что я тебя лишу родительских прав. Вы грозите ее лишить родительских прав. На каком основании, скажите, пожалуйста? А вы кто, вы откуда знаете? Я сестра Ани. Вы сестра Ани? Да, я младшая сестра Ани. А вы вообще как относитесь к отношениям Ани и Тани? Нормально. Нормально? Да. А у вас какая сексуальная ориентация? Я замужем, двое детей. И ваши родители к этому нормально относятся? Да. И ваши родители знакомы с Таней? И мама знакома. Для мамы Вика это внучка. Она сразу сказала, вези внучку сюда. Ребенок чистенький, в садик ходит, в больницу обращаемся. Кушать есть что? А по какому праву вы можете лишать мать, которая заботится, которая находится в отношениях, которые обеспечивают здоровье и социальный уровень ребенка? Почему вы думаете, что вы можете на это влиять? Давай по-другому спросим. Какие у вас есть на это основания? Основанием является то, что я боюсь за внучку. Что с ней что случится? Что она воспримет эти отношения как нормальные. Вы для себя сделали выбор. Да. Сделали выбор своей сексуальной ориентации, определили самостоятельно. И я думаю, что это произошло, когда вы уже были взрослыми людьми. Конечно. В каком-то смысле это был, наверное, осознанный выбор. Мне интересно, каким образом вы будете воспитывать ребенка. Вот что вы для него будете формировать как норму? Она встает и говорит, Вика, надо убрать свою кровать. Ты же девочка, ты должна ее застелить. Мне надо убрать мусор подмести. Я смогу, я же девочка, мне надо убрать. Развернули конфету, положили на стол. Она, нельзя, надо убрать, чтобы было чисто. Так как мне ее воспитывать? Когда придет время, когда она будет понимать, что это, я ей объясню. Так же самое, я не буду хаять ее папу. А имею я право знать, как растет моя внучка? Это право надо заслужить. Кажешь, никто не говорит, что вас не пустят. Если вы не поменяете отношение к ней, вы не будете ее видеть. Спрашивайте, что вам мешало? Мне интересно, где она сейчас. Ваша внучка находится у нас в студии. И мы хотели ее пригласить, как это обычно происходит. Но если честно, я вот сейчас очень беспокоюсь, стоит ли это делать. Я бы не хотела этого. Я сомневаюсь в вашем адекватном поведении. Я против этого. Тем более, что родная мать против. Мы очень часто говорим о том, что мы имеем право на наших детей. Потому что это моя дочка, или мой сын, или моя внучка. Вот нам с рождения ребенка дается не право, а какой-то кредит доверия. И потом мы должны этот кредит доверия вообще оправдать. Мы очень много чего должны, но это никоим образом не означает, что мы можем распоряжаться нашими детьми как вещами. Давайте будем жить так, чтобы мы заслуживали право называться родителями, бабушками, дедушками и крестными. Потому что нам реально всем повезло, что мы можем кого-то в этом мире растить и воспитывать. С привода Ани, многим человекам варто у вас повчитися, вашей ответственности, вашей, ну, понимаете, в этом восприятии света, вашему позиционированию в жизни. Вы очень сильная человек. И мне кажется, лишь вы, Анечка, можете как-то наблизить одни к одному этих двух людей, маму и доньку. Ну, вам силы. Вы знаете, Таня готова. Я знаю, что ей больно. Но это должно быть идти со стороны. А вот, кстати, Таня, может, вы хотите что-то сказать своей маме? Да, хочу. Мама, я счастлива. Я за эти 28 лет, я действительно счастлива. Я нашла такого человека, который воспринимает меня такой, какая я есть. Со всеми моими плохими и хорошими качествами. Она меня не меняет. Она любит меня такой, какая я есть. Я счастлива. И ребенок мой тоже счастлив. Ну, дай бог счастья. Вы считаете, что однополые семьи – это позор? Нет, я считаю, это болезнь. Болезнь, позор – это неприемлемо. А я считаю, что больший позор – отречься от собственного ребенка. Знаете, вот, глядя на то, как вы сейчас, условно говоря, поговорили, мне как-то стало грустно. Потому что за вот этим выяснением отношений, кто с кем спит, у кого какая ориентация, вы на самом деле забыли об интересах самого младшего члена вашей семьи. Вы забыли об интересах Вики. И обозленная, несчастная бабушка, которая всячески пытается переделать всех вокруг себя, вряд ли сможет дать этому ребенку что-то ценное и хорошее. Поэтому я желаю вашей дочери всего самого лучшего. Очень надеюсь на то, что она вырастет счастливым, полноценным, реализованным человеком. А вам, Инна, ну, я бы хотел пожелать доброты, что ли. Доброты и способности любить. Любить так, чтобы ваша любовь была понятна вашим детям и вашей внучке. Мы смотрели проект «Один за всех». С вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся на канале СТБ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok